Дом культуры для станичников всегда был и остается центром культуры, где проводятся праздники, занятия в кружках художественной самодеятельности, местом, где душа отдыхает и веселится. Чем живет Черноярковский социально-культурный центр, выяснили Надежда Неткачева и Александр Косицын. История Дома культуры Черноярковский уходит своими корнями в 80-е годы. Незадолго до этого за счет средств любколхозов, государственных капиталовложений в поселении построили 4 клуба, 4 школы, хлебозавод, комбинат бытового обслуживания, здание сельского совета. В 1979 году появился Дом культуры Черноярковский. 35 лет – срок небольшой. В этом есть своя прелесть. История становления культурного центра станицы хранится в памяти жителей Черноярковской. Наш социально-культурный центр в Черноярковском сельском постелении представлен четырьмя домами культуры. Мы создали на базе поселения меню управления культурой, в которое и вошли три клуба и один дом культуры. Сегодня четыре кружка художественной самодеятельности, три любительских объединения, два клуба по интересам собирают под крышей Дома культуры около 200 человек, которые увлекаются пением, танцами, играми и творчеством. Любой станичник может найти себе занятие по душе в доме, в котором живет культура. Например, люди старшего поколения объединились в вокальную группу «Кубаночка». Мы сюда ходим с удовольствием, вот девчата тоже подтвердят, что дома сидеть скучно им, а они сюда приходят. Я-то еще здесь работаю чуть-чуть, а они же постоянно приходят просто ради удовольствия. Я лично живу только этим, болею, возраст уже 78 лет мне, а я иду, иду и буду ходить. Юные жители станицы в социально-культурном центре занимаются в кружках, танцевальном, ассорти, вокальном, звездочка, клуба по интересам, ладушка, сударушка, умелые руки. А самое главное, в этом здании всегда слышны детские голоса и звонкий смех. Ребятишки с удовольствием посещают кружки и клубы по интересам, предпочитая искусство, телевизору и компьютеру. Я считаю, что дети идут с удовольствием, с каким-то азартом. Кружок наш как бы все равно играют, я думаю, важную роль. Даже кто малыши, не поседы, первоклассники приходят к нам, учителя на них как бы там все равно, что они не поседы, они не сидят. Не могу пожаловаться, дети как бы с удовольствием воплощают себя в работах. А для неравнодушных к шахматам и шашкам работает клуб «Белая ладья». И первоклассники, и школьники постарше приходят сюда для того, чтобы с пользой провести время. А если есть свободная минутка, они посещают библиотеку. Аня Хлевовая лишь недавно переступила порог образовательной школы. В Доме культуры она учится играть в шахматы и вместе со своей мамой приходит в библиотеку читать детские книжки. Мне тут нравится, интересно. И здесь много-много можно пересекать книжек, картинок. Можно почитать книжку, полепить, порисовать. Все сотрудники Дома культуры каждый день с добрым сердцем встречают своих земляков. И делают все, чтобы они интересно проводили свой досуг. Концерты и встречи с интересными людьми, народные гуляния и танцевальные вечера. Каждый человек, заглянувший в дом, где живёт культура, найдёт для себя что-то своё и проведёт там свободное время. Кто-то активно трудится на сцене, отдавая годы художественной самодеятельности. А кто-то просто с удовольствием любуется на всё это в зале. Ведь без благодарных зрителей не было бы и актёров. Черноярковских самодеятельных артистов можно увидеть не только на сцене сельского Дома культуры, но и на различных районных праздниках. Культура в станице Черноярковской будет развиваться и процветать благодаря талантливым, увлечённым и неравнодушным людям. И именно отсюда, с социально-культурного центра, для многих начинается дорога в будущее, полное искусство и творчество. Рассказывая о Доме культуры, нельзя не упомянуть о том, что и вокруг него кипит жизнь. Мамы с маленькими детьми, непоседливые первоклашки, ребята со всей станицы собираются на детской площадке. Мы с ребятами часто сюда ходим после уроков, играем в веган-догонялки. Я бы с радостью сюда ходила. Каждый день. А школьники на перемене или после уроков собираются в парке перед Домом культуры. В 2013 году была проведена его реконструкция. Теперь здесь новые светильники, лавочки, плитка. А самым главным украшением парка стал новый фонтан, который особенно пришёлся по душе ребятам. Не пустует и спортивная площадка станицы. Мальчишки каждый день там собираются на тренировки по футболу. Дима Москалёв только осваивает навыки игры, но не пропускает ни одно занятие. Мне нравится футбол и нравится спорт. Я посещаю эту площадку. Мне нравится футбол. Вот такой интересной и насыщенной оказалась поездка нашей съёмочной группы в Черноярковское сельское поселение. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова